Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвод и с вами Юрий Гемефар. И я Александр Глушенко. Мы все с вами читали наушно-фантастические романы о путешествиях во времени. Так вот, сейчас мы стали свидетелями послания во времени. Как известно, в Челябинске нашли в бутылке водки из-под русской водки вот такое вот совершенно замечательное послание от строителей к людям будущего. Люди писали, как они живут, как у них дела в настоящем. Из 1980 года. И как вы можете видеть, даже конкретная дата есть. 16 октября. Саша, вот ты можешь как-то прокомментировать это? Какие чувства у тебя возникли при чтении этой записки? Ну давай сначала зрителей, может быть кто-то не ухватил эту новость, хотя новость это не фейковая, это четкая новость. Давай сначала я зачитаю часть этой записки. Вот у меня здесь рядом находится скриншот. Зарплата плотника пятого разряда, это один из высших разряда, 180-200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу. Неграм Камбоджи, обратите внимание, неграм Камбоджи, иди, Ирана, Кореи, ни одной африканской страны не названо. Ну ладно, это останется на их совести, они тогда всех заграничных считали неграми. В общем жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны. Значит, как раз в то время Советский Союз уже год как вел вот эту захватническую агрессивную войну в Афганистане, где погибали советские люди. Значит, давай не столько прокомментируем, сколько поностальгируем. Мы же с тобой в то время жили. Вот кто-то из наших зрителей, может быть, в это время не жил, кто помоложе. Может быть, кто-то еще в это время вообще не родился. Может быть, кто-то забыл, как жили. А есть такие люди, которые ностальгируют по советской власти. Согласен, говорят, что жизнь была гораздо лучше, гораздо веселее, гораздо интереснее. Я с этим, например, не соглашусь. Давай ностальгировать. Вот особенно по материальному уровню жизни. Ну, Саш, я могу тебе сказать так. Что такое зарплата 180-200 рублей в 80-м году? Я тогда учился на третьем курсе Саратовского университета. И уже задумывался над тем, что у меня будет через два года, когда закончу университет. Зарплата 180-200 рублей. Это была зарплата очень и очень хорошая считалась для инженера. Это, по сути дела, была зарплата замначальника цеха на крупном заводе. Тогда вообще была интересная ситуация. То есть для инженера получать такие деньги, это надо было сделать вот тот финт ушами, который сделал твой покорный слуга. Когда в 82-м году я распределился на Саратовское электроагрегатное производственное объединение. Получал зарплату, люди, пролейте скупую слезу, оклад 115 рублей плюс премия на руки 137,50. Ну, что я мог себе позволить на эти деньги? Ну, скажем так, практически ничего. Я мог покупать себе очень скромные продукты, говорить о том, что формально по госценам мог покупать себе очень скромные обновы. Но я напомню, что тогда джинсы, тогда вот появились в продаже джинсы итальянские Риорда и индийские Милканс. Они стоили ровно 100 рублей. То есть, граждане, вот по покупательной способности 137,50, это приблизительно, если сейчас вы в Саратове будете получать, скажем так, 15 тысяч, ну, 13 тысяч, вот где-то так. Но при этом джинсы будут стоить 10 тысяч рублей. Вот это, так сказать, для советских людей. Насчет мяса не видели годами, это чистое правда, потому что в Капторговских и в мясных магазинах мясо называли ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост, а мясо на рынке стоило 5 рублей килограмм. Ну, в крайнем случае 4,50, это по-хорошему знакомство. Вот, что это вот, что это было такое? Так вот, я отвлекся. Для того, чтобы получать вот эти вот 200 рублей, спустя год я перевелся из инженеров в регулировщики, то есть в работяги. И, соответственно, вот тогда, работая на сдельщине, я получал таки эти самые 200 рублей. То есть феерический маразм. Это вот все равно, что вот вы сейчас, дорогие зрители, закончите вуз, ну, скажем так, вы там инженер и так далее, вы приходите инженером, а вместо этого вы идете работать простым работягой, тем же плотником. Кстати, в отношении плотника, я вот сейчас вспоминаю, мой однокурсник, ныне, к сожалению, покойный, Костя Мирясов, он через несколько лет после распределения, когда ему это безденежье остав... Извините, надоело, он перевелся таки тем же самым плотником. Вот, пожалуйста, это замечательная советская жизнь. Саша, а у тебя есть такое, можешь что-нибудь рассказать подобное? Давай я поностальгирую с другой стороны, скажем так, вот даже как автомобилист заядлый. Я в 80-м году учился, вот в октябре 80-м учился в 10-м классе, то есть выпускном тогда, 10 лет учились. Вот, жили мы в обычной советской хрущевской пятиэтажке. Представляете, что это такое? Это 4 подъезда, 4 подъезда, 5 этажей и там 2-х, 1-комнатная квартира, как правило. Вот, двор был выгораженный, отдельный, ну, кто живет в Саратове, я скажу, это недалеко от Синного рынка, рядом с Воскресенским кладбищем, где раньше находилась школа милиции. Вот, так вот, привожу пример. Во дворе стояло 4 железных гаража, в которых стояло 4 машины. Из них 2 Жигуленка Копейки и 2 москвича 412-х. 4 машинки стояло. На 100 квартир, ну, 5 этажей, 20 квартир в подъезде, 4 подъезда, на 100 квартир стояло 4 машины. Причем не первой свежести в тому времени. Какие-то ржавые, какие-то побитые. Просто я почему помню, что 4 гаража, потому что мы, мальчишки, все время по этим гаражам бегали. Ногами. Вот. При этом, я недавно, проезжая мимо этого дома, что-то так заностальтировал, остановил машину, зашел в этот двор. Двор заставлен, вплоть до того, что заставлено даже то место, которое в советское время было выделено под погреба. Там вот такие погреба. Да, да, да. Такая гора. Обычная, вот сейчас 100 квартирная 5 этажка, забита машинами, двор забит машинами так, что там человеку пройти невозможно. Такое ощущение, или скорее всего так оно есть, что в каждой квартире есть своя машина. Вот вам уровень жизни 80-го года и теперешней. Машина стала доступна каждому. Но в то время, в 80-е годы, у нашей семьи были знакомые, которые работали и ездили, работали и ездили в командировке за границей. Вот один из знакомых моего отца ездил во Францию периодически. Он какой-то был крупный там инженер, какие-то контракты заключались с французами. Он приезжал и говорил, что во Франции уже по две машины в каждой семье, в каждой семье по две машины. В России тогда машина была очень большой редкостью. По крайней мере, в классе, где я учился, причем я учился в спецшколе, среди достаточно обеспеченных детей, машины, среди 32 учеников, машины были у двух-трех семей. Вот так, насколько я помню, максимум. Я просто помню, кого привозили в школу на машине, кто приходил пешком там или на тролицу. Вот такая ситуация была с машиной. Но это не значит, что сейчас мы стали жить намного лучше или намного удобнее. Давайте мерить не мерками 80-го года, мерками всеобщего дефицита, а давайте мерить мерками нормального европейского или западного общества потребления. И согласимся, что сегодня мы живем примерно так, как мы жили в 80-е годы по отношению к обществу потребления, сформировавшимся на Западе. Согласись. Совершенно верно. Совершенно верно. Но у меня вот тоже интересный вопрос. Вот на меня тоже нахлынула ностальгия по 80-му году. И вот я помню, тогда из каждого утюга 24 часа в сутки несло словословие «Дорогому Леониду Ильичу». Вот, Саш, вот я не знаю, как в твоей среде, не думаю, что это отличается, но я скажу про свою среду. Тогда смеялись над ним уже практически в цвет, над его бирюльками, над его цацками, над его шамканьем. Но это же из тех времен анекдот. Что такое соски-сиськи, письки-масиськи, кому не сиськи? Ну это же оттуда этот анекдот. А вот ты с этим как столкнулся? Абсолютно. Значит, даже в школьной среде, вот я где-то уже в старшей классе, совершенно четко и спокойно. И причем не боялись. Не боялись ведь. В классе, по крайней мере, дети между собой рассказывали однозначно. Родители дома тоже не боялись. Причем могли рассказать это при мне. Гости, которые приходили к родителям, друзья их, а это в основном была научная и педагогическая интеллигенция, скажем так. Постоянно ввели разговор на эти темы. Отец у меня, будучи военным, значит, возмущался вот чему. Он говорит, странно, говорит, подполковник, командир батальона, да, обязан уйти на пенсию в 45 лет. Дальше не держат. Ну не держат. Полковника держат до 50. Ну то есть человек с 500 человеками может командовать до 45 лет. Двумя тысячами, командир полка, может командовать до 50 лет. А вот всей страной руководить можно до полного маразма. И вот он задавал такой вопрос. И очень так серьезно над этим делом смеялся, там, лежа на диване, глядя в этот телевизор, где там то Олимпиаду открывали, то какой-то очередной съезд партии. Ну и, естественно, все смеялись над этими планами, там, когда анекдоты были насчет того, что мы идем к коммунизму, а где же колбаса? А кто обещал, что по дороге кормить будут, да? Так я, Саш, тут самое интересное еще и было другое, что тогда действительно точно так же, как сейчас, кормили действительно вот все эти слаборазвитые страны и прощали им долги точно так же. Это все было то же самое. В этом отношении сейчас абсолютно ничего не изменилось. То есть, можно сказать, мы пришли к софту. Все идет по Гекелевой спирали, так называемой. Правильно? Да. Смотри, вот появилась передача, да? Я вот сейчас помню фильм 1976 года «Повесть о коммунисте». Вспоминай. Ой, не помню. А, да трехсерийный фильм про Брежнева. Шикарный фильм там, да, повесть о коммунисте. Как он шел там, развивался вместе со страной, из простого рабочего, вышел в руководителя государства. Посмотри, у нас все повторяется по той же спирали. Вот сейчас выходит еженедельная передача «Москва. Кремль. Путин». С Соловьевым, этим циничным пропагандистом, который будет каждую неделю рассказывать, как он ходит в спортзал, как он там собирает грибы, как он ездит на лошади и так далее. Ну, вот все повторяется. Так же самое мы кормим различного рода непонятные режимы, которые нам выгодны в определенной степени, правильно? Так же ведем агрессивные всякие войны, захваты территории и все прочее. Все идет по спирали. Единственное, что обнадеживает, что вот этот фильм сняли за два года до краха Брежневской эпохи, да? Ну, дай бог, чтобы, может быть, вот эту бутылку нашли к месту как раз. Пару лет я еще готов подождать. Но вот я хочу отметить одно отличие. Тогда тоже была пропаганда. Тогда тоже формировались клише в голове у людей, типа Советский Союз – самое миролюбимое в мире государство, социализм – самый справедливый в мире строй и так далее, и так далее. Но тогда вот, в отличие от дней нынешних, я вот обратил внимание, тогда пропаганда все-таки не была боевой, тогда не воспитывали в людях ненависть. Вот это действительно следует признать, что тогда просто, ну, это был, ну, маразм и маразм, ну, все понимали, что это маразм, но ненависть и злобу тогда не воспитывали, в отличие от времен нынешних. Что у тебя так не показалось? Я тебе скажу почему. Потому что тогда страна была задраена, как подводная лодка, железный занавес, и мы этого вероятного противника не видели. Согласись, что на фоне нашего бедственного материального положения, российского, советского, нам каждый день внушали, что на Западе люди живут гораздо хуже. И мы в это верили, потому что нам показывали кадры. Тогда вот помню, был такой пропагандист Валентин Зорин, который из Америки нам показывал разного рода трущобы, помойки и так далее. Там все было очень плохо, очень кошмарно. Апофеозом этого был фильм. Я даже до сих пор помню этого американского безработного Джо Маури, которого фильм назывался «Человек с пятой авеню». И его привезли сюда и показывали, что вот американский безработный, вот как дорого стоит на пятой авеню квартиры и так далее, как там все плохо, как там все ужасно. Но мы не могли это проверить. А сейчас, пожалуйста, люди ездят по миру и видят все это. Да. А помнишь, даже такие моменты были? Вместо того, чтобы подчеркнуть свободу слова, митингов и собраний в западных странах, нам показывали демонстрации, которые свободно проходили с лозунгами, с плакатами, где-нибудь там во Франции, в Германии. Студенческие волнения вот эти 68-го года, да? Да. И нам говорили, смотрите, как плохо они живут, что аж на демонстрации выходят. Ну да. Ну вы-то не могли себе этого позволить. Мы только два раза в год 1 мая, 7 ноября и то по разнорезке, да? Да, но 1 мая и 7 ноября это были действительно люди. Знаешь, почему шли с радостью на эти демонстрации? Я выскажу свою точку зрения, если что, меня опровергни. В советские времена были такие милые заведения, как вытрезвители. И если человек появлялся на улице, ну не то, что пьяный, а просто вот выпивший, человек становился вне закона. Его любой момент мог забрать просто вот вытрезвитель, а ты не трезвый, все, так сказать, дальше. Замечательно. Но 1 мая и 7 ноября люди могли легально пить, и никто и никогда вытрезвители их не доставлял. И тогда вот я, мальчишка, наблюдал такое интересное явление. Когда люди собирались возле предприятий, шли пешком до центральной площади города, сейчас она театральная, тогда была площадь революции, а при подходе к площади революции колонна уже шаталась, все были просто пьяные в лобузы, но никто не задерживал. Вот у меня такое наблюдение. На эту тему шикарную, никто бы не вдруг вспомнился внезапно. Мужика вызывают на портком разбирать там после первомайской демонстрации. Ну и это самое. Ну что ж ты натворил, Иванов, сидят члены порткома, а что я натворил? Ну как ты же шел на демонстрацию? Ты уже не помнишь. Да ничего я не помню. Мы говорим, в одну подворотню зашли по дороге, в другую подворотню зашли по дороге. Ну там стакан махнул, там стакан махнул, а потом что-то там в бутылке осталось еще чуть-чуть там на донышке. Я же достал, а я, говорит, при этом портрет Брежнева нес, вот, знаешь, на палки. Ну, говорит, из кармана достаю, думаю, сейчас допью это самое, то, что на донышке. А вы же ко мне подошли, Иван Иванович, а вернее, он ему рассказывает, я к тебе подошел, ты бутылку достаешь из кармана, и держишь портрет Брежнева. Я говорю, Иван Иванов, бросит указать. Ты взял портрет Брежнева, бросил. Было, было. Ну что, мы не будем затягивать, у нас сегодня тема не слишком политизированная, скажем так, рекреационная, с учетом выходного дня, воскресенья, да, у нас в России выходного, и дня выборов, мы поэтому о политике не говорим. Но я вам прямо скажу, сегодня ряд оппозиционных политиков, в частности, там, я, насколько знаю, сторонники Алексея Навального собрались что-то проводить. Значит, по городам, по многим, прошли аресты, скажу, прямо, уже задержание, аресты сторонников руководителей штабов. Вчера поздно вечером я пообщался с руководителем Саратовского отделения, наверное, штаба Навального. Пока все живы-здоровы, все на месте, никто не задержан, просто чтобы зрители наши знали. Значит, никакой акции не будет. Я на нее не пойду, потому что ее не будет, но к 16 часам я сажусь в машину с женой, ребенком, собакой, кинокамерой, еду в Саратов, я сейчас нахожусь тут недалеко, к пригороде, и буду гулять всей семьей в кинокамеры возле крытого рынка. Если кто-то хочет погулять вместе со мной, я буду очень рад поздороваться, пообщаться, но никуда я вас ни на какие общественно-политические мероприятия не призываю. Приходите просто погулять. Да, в 16 часов просто гулять, прогулка, ничего больше. Итак, друзья, надеюсь, вы с нами тоже поностальгировали по временам Советского Союза. А сегодня в Саратове в 16 часов, напоминаю, будут гуляния. Но выводы-то делать только вам. До встречи. Счастливо.